У меня такой вопрос. Как вы оцениваете текущее состояние российско-монгольских отношений и по каким направлениям есть перспектива расширения этого взаимодействия? И еще второй вопрос. Сейчас очень много говорят о новом шелковом пути. Что Монголия и Россия могут вместе сделать в этом направлении? Насколько актуально развитие этого транспортного потока? Наши отношения с Монголией это отношения давних добрых друзей. Это стратегические отношения без всякого преувеличения. Мы очень ценим дружбу, которая упрощилась между нашими народами. Не только в таком общегосударственном плане, но и сугубо на уровне контактов между людьми. И сейчас, когда мы отмечаем целую серию памятных дат, связанных с победами, с общей борьбой в годы Второй мировой войны, мы регулярно вспоминаем о том вкладе, который монгольский народ, монгольское государство внесли в поддержку Красной Армии. И это действительно братство, которое закалялось в боях. И не раз наша страна приходила на помощь братскому монгольскому народу. И эти чувства, повторюсь, очень глубоко укоренены в сердцах и душах наших людей. Отношения, если говорить уже о более таких формальных аспектах, отношения стали регулярными. Был какой-то перерыв какое-то время назад. Сейчас регулярный диалог идет на высшем уровне, на высоком уровне. Между парламентариями налажены очень тесные контакты, между различными министерствами, ведомствами. И мы считаем, что это очень плотная и полезная ткань наших отношений. Если брать результаты, то рост товарооборота, который наблюдался где-то до 2012 года, замедлился, а потом перестал нас радовать, сменился снижением. Но все это влияние общемировой конъюнктуры, курсовых колебаний валют. И я уверен, что это временное явление. У нас есть очень хороший потенциал для возвращения товарооборота в русло устойчивого роста. Буквально в начале этого года вступил в силу закон о ратификации соглашения, которым урегулированы все долговые обязательства Монголии перед нашей страной. Это открывает дополнительные возможности для инвестиционного сотрудничества. Уверен, что мы ими воспользуемся. Ну и говоря о «Шелковом пути», это инициатива, которая принадлежит Китайской Народной Республике. И она обсуждалась в ходе трехсторонних встреч лидеров России, Китая и Монголии. И обсуждалась она не изолированно, а в русле сопряжения различных процессов, которые на нашем общем геополитическом пространстве развиваются. Это Евразийский экономический союз, как локомотив интеграции на постсоветском пространстве. Это китайский проект экономического пояса «Шелкового пути». И это степной путь, который Монголия предлагает. И вот наши президенты втроем собирались не раз, и есть от них поручение. Они одобрили, в принципе, такую линию на сопряжение вот этих трех проектов с тем, чтобы создать своего рода транспортно-экономический коридор России, Монголии и Китая. То, что это экономически очень перспективно и выгодно для наших стран, уже вроде бы всеми осознанно. И я думаю, что это поможет увеличить и перевозки между нашими странами, и торговый оборот увеличить, и будет способствовать повышению конкурентоспособности наших трех экономик. Ну и, наверное, нельзя не сказать о нашем политическом сотрудничестве с Монголией. Мы тесно взаимодействуем в Организации Объединенных Наций, признательны за поддержку многих наших инициатив, которые мы продвигаем на Генеральной Ассамблее, других органах ООН. В свою очередь поддержали Монголию, когда она изъявила желание присоединиться к Организации по безопасности сотрудничества в Европе, и рассчитываем на тесную координацию действий и в этой международной структуре. Следующий вопрос. Я японский телекомпания Нечке, меня зовут Ищикава. Сергей Викторович, Ваши визиты в Японию откроют в Сирии контактов в высшем уровне. Мы ожидаем визит премьер-министра Японии Синзо Абе в Россию и визит президента России Бразилия Путина в Японии. И одновременно сохраняется разногрязь между Россией и странами Большой Семерки по поводу украинского кризиса. И между Россией и Японией тоже остается разногрязь. Примерно на пресс-конференции в Ямбарске вы сказали, мы не считаем, что мирный договор – это синоним решения территориальной вопроса. Японские позиции стоят в том, что заключение мирового договора неотъемлемо от решения территориального вопроса. Это одинаковое понятие. Условия несовпадения позиции руководства России и Японии. Каковы перспективы политического диалога по мирному договору? И как вы оцениваете российско-японское отношение в целом текущей темпы диалога? Спасибо. Я начну с того, что вы сказали в начале своего многослойного вопроса. Вы упомянули, что встреча министров иностранных дел Семерки призвала, по-моему, Россию активнее способствовать решению проблем, которые связаны с украинским кризисом. Знаете, я этого призыва не видел и документов Семерки не читал. Семерка – это не тот механизм, который был хоть кем-то еще признан в качестве площадки, где нужно обсуждать украинский кризис. Украинский кризис нужно и обсуждать, и решать на основе минских договоренностей от февраля 2015 года. Эти договоренности были дословно, без каких-либо изменений, одобрены Советом безопасности ООН, равно как этими решениями был одобрен формат контактной группы и ее рабочих групп, таковых четыре. В этих механизмах, в контактной группе и ее подгруппах работают напрямую друг с другом представители украинского правительства и представители Донецка и Луганска вместе с представителями ОБСЕ и Российской Федерации. Это вот тот формат, где нужно искать развязок, вернее даже не искать развязок, а где нужно искать конкретные пути реализации обязательств, которые взяли на себя Киев, Донецк и Луганск. И есть нормандский формат, Россия, Франция, Германия, Украина. Этот формат призван, как было записано в декларации лидеров этих четырех стран, наблюдать за тем, как выполняются минские договоренности. Выполняются они плохо, потому что ни Соединенные Штаты, которые имеют решающее влияние на Киев, ни наши европейские партнеры, пока не могут свое это влияние использовать таким образом, чтобы Киев перестал откровенно саботировать и даже требовать переписать минские договоренности. В «семерке» представлены США, Франция, Германия, то есть страны, которые постоянно говорят о необходимости выполнить эти минские договоренности. Поэтому, если «семерка» в этом заинтересована, ну, нужно использовать вес этих стран в отношениях с Украиной и потребовать от Киева сделать то, под чем подписался президент Порошенко. Но, повторю, «семерка» для нас – это такое отвлеченное создание, отвлеченная конструкция, и ее влияние на международную политическую жизнь я, честно говоря, не заметил. Что касается российско-японских отношений, мы эти отношения рассматриваем как самоценные. Мы исходим из того, что наши руководители, президент России, премьер-министр Японии в ходе своих регулярных контактов договорились развивать сотрудничество по всем направлениям – и в торговле, и в экономике, и в инвестициях, и в гуманитарной сфере. И, особенно подчеркну, во внешнеполитической области мы бы, конечно, хотели, чтобы такая крупная, мощная страна, как Япония, имела больше веса в международных делах, и чтобы голос ее звучал более отчетливо и отражал интересы японского народа. У нас с господином Кисидой также неплохие отношения. Мы ждали его приезда в Россию после того, как он стал министром еще в марте или апреле 2014 года по причинам, которые от России не зависели. Этот визит состоялся только в сентябре прошлого года. Но, тем не менее, у нас очень неплохое взаимодействие, и я рассчитываю, что в Токио в конце этой недели мы обсудим дальнейшие пути совершенствования этого сотрудничества. Мы, кстати, планируем подписать план консультации между Министерствами иностранных дел России и Японии, которые достаточно всеобъемлюще охватывают все основные проблемы, которые требуют нашего совместного взаимодействия. Что касается мирного договора, действительно, я на пресс-конференции в январе этого года сказал, что проблема мирного договора не связана впрямую с проблемой так называемых северных территорий, как вы в Японии их называете. Мы говорим с нашими коллегами на уровне заместителей министров, создан специальный канал диалога по этим вопросам, по поручению президента России и премьер-министра Японии. Диалог идет достаточно регулярно, но непросто, по понятным причинам, потому что позиции противоположны. Вот два раунда диалога были посвящены историческим аспектам вот этой всей ситуации в контексте итогов Второй мировой войны, потому что не приняв итогов Второй мировой войны, мы едва ли сможем куда-то продвинуться. А тему мирного договора нельзя сводить к каким-то территориальным вопросам, тем более к территориальным претензиям, но хотя бы потому, что единственный документ, который обеими сторонами был подписан и ратифицирован декларацией 1956 года, гласит, что стороны отказались от каких-либо претензий друг к другу и что ближайшей задачей является подписание мирного договора. И упоминаний о том, что на этих переговорах о мирном договоре будет рассматриваться территориальный вопрос, не существует. Поэтому мы напоминаем нашим японским коллегам о истории этого вопроса во всех смыслах и об истории в контексте итогов Второй мировой войны и об истории в контексте того, что после войны удавалось сделать Российской Федерации, в смысле Москве, Москве и Токио. Очередной раунд мы готовим этих переговоров. Я думаю, что мы продолжим рассматривать позиции Москвы и позиции Токио в контексте вот тех параметров, о которых я упомянул. Но думаю, что следует ответ на этот вопрос закончить тем, с чего я начал. О том, о чем договорились президенты России и премьер-министр Японии. О всестороннем развитии наших отношений в самых разных областях. Исходя из того, что более тесное переплетение наших экономик, наших гражданских обществ, установление деловых связей между бизнесменами, обоюдное инвестирование, реализация совместных экономических, торговых, инфраструктурных, да и внешнеполитических инициатив, поможет создать такую атмосферу, которая будет гораздо более благоприятна для достижения договоренности по любым трудным вопросам, чем нынешняя атмосфера. Хотя и нынешнюю атмосферу мы не считаем негативной, но она обладает гораздо более серьезным потенциалом, учитывая возможности России и Японии. Кстати, отмечу, что японский бизнес весьма и весьма активно заинтересован в работе в Российской Федерации. Это не только автомобилестроение, что уже всем известно. Это, конечно, и фармацевтика, и производство коммуникационного оборудования, и сельское хозяйство, и такая тема, как умная городская среда, где Япония очень здорово преуспела. И мы бы хотели этим опытом пользоваться. Ну и, конечно, энергетика. И Сахалин-1, и Сахалин-2 – это проекты, которые реализуются с участием японского бизнеса. Сейчас обсуждается возможность реализации проекта, который условно называется «Энергомост России и Японии» и проработка производства альтернативных видов топлива, включая жидкий водород. Это высокие технологии, и я убежден, что вот такого рода прорывные проекты в экономике, наряду с очень тесными гуманитарными связями, которые, в частности, проявляются в ежегодных фестивалях российской культуры в Японии, и более тесные взаимодействия на международной арене, всё это будет способствовать обеспечению интересов народов наших стран и решению всех проблем, которые всё ещё остаются на повестке дня. – Сергей Викторович, у меня такой вопрос. В последнее время заметно развитие военного присутствия в Арктике и на Курильских островах. Какие угрозы Россия видит в этой регионе? И именно какие угрозы, а то каких сил? И имеет ли это тенденция отношения к активизации и освоению Северного морского пути? И можно ли считать, что данные острова приобретают новые значения для России в стратегическом смысле? – Безусловно, Арктика сегодня всё больше и больше открывается для хозяйственного освоения. Мы заинтересованы в том, чтобы Арктика стала территорией диалога, территорией сотрудничества. Именно так называются ежегодные конференции, которые мы проводим по линии Совета безопасности Российской Федерации для наших партнёров, прежде всего из стран-членов Арктического совета, но и с приглашением других государств, которые уже имеют, либо заинтересованы получить статус наблюдателя в Арктическом совете. И, конечно, в контексте происходящих климатических изменений прогнозируется очень значительная активизация судоходства по Северному морскому пути. Не только в контексте климатических изменений, я не вполне корректно выразился. Активизация использования Северного морского пути объективно происходит и потому, что мы принимаем, Российская Федерация принимает необходимые меры для того, чтобы это было максимально удобно и максимально комфортно. И этот маршрут пользуется возрастающей популярностью. Думаю, что в перспективе это будет очень полезный, эффективный маршрут для перевозки транзитных грузов между Европой и Азией, ну и между Азией и Европой, разумеется. И, конечно же, когда такой интерес к этому международному маршруту растёт вдоль границ Российской Федерации, мы несем, как прибрежные государства, особую ответственность за обеспечение не только эффективности, но и безопасности этого маршрута. Нужно сделать так, чтобы был обеспечен надёжный, эффективный контроль не только над морскими пространствами, но и над побережьем вдоль этих морских пространств. Нужен потенциал реагирования на какие-то чрезвычайные ситуации. Они, к сожалению, происходят. Это как бы не перестраховывались мы все. Это касается и поиска и спасения, это касается и необходимости быть готовыми к террористическим угрозам. Сейчас нигде укрыться от этих бандитов нельзя. Это касается, конечно же, и необходимости контролировать возможную контрабанду, наркотрафик и другие аспекты, связанные с организованной преступностью. Поэтому все эти задачи невозможно решать без восстановления той инфраструктуры, в том числе военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы. Что касается Курильских островов, то да, это восточные рубежи Российской Федерации. Мы уделяем особое внимание тому, чтобы нормально обустроить эти территории России, чтобы развивать их комплексно, прежде всего в социально-экономическом плане, с учетом потребностей тех людей, тех российских граждан, которые там проживают. Но и, безусловно, естественным для любого государства является и планирование мер по укреплению военной инфраструктуры, когда речь идет о территориях приграничных. И это, повторю еще раз, восточные, дальневосточные рубежи нашей страны, и мы обязаны обеспечивать их безопасность, и мы будем уделять все необходимое внимание этой задаче. Пожалуйста. В прошлом году между Китаем и Россией была достигнута принципиальная договоренность о сопряжении европейской интеграции с инициативой экономического пояса шокового пути. Как Вы оцениваете перспективы такого сопряжения? И какие практические шаги планируется предпринять, чтобы наполнить эту договоренность конкретным содержанием? Да, еще вопрос. Как нам известно, скоро Вы будете посещать Китай. Расскажите, пожалуйста, какова цель Вашего визита? И как Вы оцениваете отношения между нашими странами? Спасибо. Я начну со второго вопроса. Отношения между нашими странами, как уже неоднократно подчеркивалось, с президентом России находятся, наверное, в наилучшей форме за все предыдущие периоды нашей совместной истории. Это отношения стратегического взаимодействия многопланового партнерства, как лидеры сформулировали их состояние. И они постоянно углубляются и развиваются на благо наших стран, на благо наших народов. Безусловно, какие-то негативные воздействия мы испытываем от того, что происходит в мировой экономике. У нас несколько сокращается товарооборот. Но, как и в случае с нашими другими соседями на Дальнем Востоке, я убежден, что это временное явление. И есть масштабные планы и в энергетике, и в сфере высоких технологий, включая атомную энергетику, космос, авиастроение, причем прорывное авиастроение, телекоммуникации и многое другое. И наряду с этим очень солидным экономическим фундаментом, который, тем не менее, мы хотим всемирно укреплять, активно развиваются другие формы взаимодействия, которые делают еще более плотной ткань нашего сотрудничества. Я имею в виду и гуманитарные связи, спортивные, культурные, образовательные контакты. Контакты между регионами имеют очень большое значение для того, чтобы эти элементы стратегического партнерства становились все более и более устойчивыми и перспективными. И одним из проектов, который связан с задействованием потенциала регионов России и провинции Китая, является состыковка программ развития российского Дальнего Востока и северо-восточных провинций Китая. Новый проект, который также идет по межрегиональному руслу, это Волга-Янзы. Регионы России, расположенные на Волге, и китайские провинции на берегах Янзы, нашли немало интересного для реализации в рамках совместных проектов. И вот из наших совместных проектов, которые касаются развития вот этого геополитического пространства, геоэкономического пространства, произрастает и заинтересованность России и Китая в расширении вот этой совместной работы, в том числе в контексте того, о чем мы уже сегодня упоминали, в контексте сопряжения различных интеграционных процессов и проектов. 8 мая прошлого года в ходе визита председателя Си Цзиньпина в Российскую Федерацию было подписано заявление, в котором лидеры двух стран поручили провести работу по сопряжению Евразийского экономического союза и китайского проекта экономического пояса «Шелкового пути». В качестве первого практического элемента в этой работе сейчас идет подготовка соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской народной республикой, и параллельно с этим соглашением готовятся дорожные карты приоритетных интеграционных проектов в формате Евразес-Китай. Более того, наши китайские партнеры заинтересовались инициативой, которую сформулировал президент Путин, когда он предложил параллельно с сопряжением Евразийской интеграции и экономического пояса «Шелкового пути» подумать о продвижении сотрудничества, в том числе перспективы создания зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества. Я думаю, что если либерализовать торговлю между этими двумя объединениями, особенно с учетом того, что в Шанхайскую организацию сотрудничества вступают Индия и Пакистан, а в перспективе, конечно же, и Иран, то это получится очень мощное объединение, и стимулы для роста экономического на этом огромном пространстве будут максимизированы. Ну и помимо связей между ЕАЭС и ШОС, наш президент также обозначил нашу заинтересованность в том, чтобы привлекать к этому взаимодействие, в том числе в русле согласования мер по либерализации торговли и АСИАН, ассоциацию стран Юго-Восточной Азии. Сейчас вот эта тема находится в проработке. Мы готовим в мае в Российской Федерации саммит России-АСИАН, по итогам которого, конечно же, мы будем иметь больше понимания того, как страны-члены АСИАН рассматривают перспективы участия в таких масштабных, не побоюсь этого слова, прорывных инициативах. Да, ну и безусловно, я должен был коснуться других внешних аспектов российско-китайского партнерства, наше взаимодействие по международным делам, сотрудничество в Совете безопасности ООН в качестве постоянных членов, наши совместные линии на отстаивание центральной роли ООН в решении любых проблем, на уважение международного права при подходе к различным конфликтам и кризисам. Считаю, что является, все это, вот эта совместная работа является одним из главных факторов, который позволяет балансировать и стабилизировать международную обстановку. Тем более, это важно в период, когда немало событий происходит в обратном направлении, когда и вмешательство во внутренние дела суверенных государств и попытки навязать им рецепт решения проблем извне, по чьим-то чужим лекалам, когда все это очень серьезно подрывает устойчивость международной системы, порой приводит к хаосу, создает пространство, которое быстро пытается... Свободное пространство, вакуум, который быстро пытаются заполнить экстремисты и террористы, как мы это наблюдаем на Ближнем и Среднем Востоке, на Севере Африки. Поэтому еще раз подчеркну, что вот на фоне такой турбулентности мировой политики, ситуации в международных отношениях, российско-китайское стратегическое партнерство в пользу уважения основ международного права и наши практические шаги по претворению в жизнь этой философии являются очень важным стабилизирующим фактором. Центральное телевидение Китая. Сергей Викторович, мой вопрос как раз про взаимодействие России и Китая в международных проблемах. Мой вопрос такой точно. В последнее время ситуация вокруг Южного Китайского моря, Калейских полуостров и Ближнем Востоке напряжена. И как Россия и Китай могут координатировать позиции по этим вопросам? И еще какое значение имеет взаимодействие России и Китая в решении таких региональных и международных проблем? Если позволит, вы можете еще раз рассказать, то есть на следующей неделе глава МИД Китая Ван Ии посетит Россию. Ну-ка, что вы ожидаете от этого визита? Спасибо. Ну, на следующей неделе у нас состоится в министерской встрече РИК России, Индии и Китай. Это формат, который положил начало очень важным процессам в мировой политике. Формат, который был предложен моим великим предшественником Евгением Максимовичем Примаковым. К сожалению, его уже нет среди нас, но он предложил в рамках концепции формирования многополярного мира, он предложил провести контакты и, по сути дела, сформировать схему сотрудничества в рамках треугольника Москва-Пекин-Дели. И такая работа была начата. Состоялось немало встреч на уровне министров, несколько встреч на уровне президентов и премьеров. И самое главное, что вот эта вот тройка Россия, Индия и Китай, по сути дела, послужила стимулом для создания БРИКС. Впоследствии к этой тройке присоединилась Бразилия, а затем и Южноафриканская республика. Но укрепляя БРИКС, а это действительно один из наиболее перспективных проектов в мировой политике, один из важнейших геополитических проектов, который объединяет страны самых разных регионов, но которые одинаково подходят к сотрудничеству в мировых делах, которые ценят равноправие, взаимную выгоду, обеспечены балансы интересов, которые не навязывают ничего друг другу. И БРИКС – это самоценное наше общее завоевание, прежде всего, конечно, наших китайских партнеров, индийских наших коллег. Но сформировав БРИКС, мы не утратили интереса в том, чтобы и трехстороннее сотрудничество продвигать, Россия, Индия, Китай. И у такого сотрудничества тоже есть очень хорошие перспективы. Его особое значение заключается в том, что это три страны БРИКС, которые расположены в одном регионе. И, конечно, здесь в дополнение к тем формам взаимодействия, которые продвигаются в пятерке в рамках БРИКС, у нас есть и дополнительные возможности, в том числе инфраструктурные проекты, реализовывать в рамках трехстороннего взаимодействия. Будем обо всем этом говорить на встречах с министрами иностранных дел Китая и Индии. Будем говорить о том, как мы взаимодействуем в Организации Объединенных Наций, как мы продвигаем различные инициативы в ООН. Наверняка не обойдется речь и без разговора о реформе Организации Объединенных Наций, включая реформу Совета Безопасности. Здесь, в России и Китае, единые позиции. Мы исключительно выступаем за такие решения, которые будут предметом самого широкого согласия. Мы не хотим, чтобы были навязаны через голосование какие-то проекты, которые не пользуются широкой поддержкой в ООН и рискуют Организацию Объединенных Наций расколоть. Это вот что касается наших трехсторонних встреч. Конечно же, параллельно с встречей трех министров у нас состоятся двусторонние беседы и с моим коллегой и другом Ваны, и с индийской коллегой. Обсудим. Мы не так давно уже принимали моего друга Ваны в России с двусторонним визитом, но тем не менее проведем с ним двустороннюю беседу и по случаю министерской встречи РИК. Что касается кризисов в нашем общем регионе, в Северо-Восточной Азии, и, конечно, нас очень тревожит ситуация на Корейском полуострове. Мы считаем необходимым сделать все, чтобы ее успокоить и не допустить, знаете, такой очень негативной спирали, когда действие с одной стороны ведет к дополнительному противодействию с другой, и мы вступаем в такой порочный круг. Мы, как и Китайская Народная Республика, не приемлем и в Москве, и в Пекине ракетно-ядерные амбиции Северной Кореи. Об этом мы неоднократно заявляли, в том числе и нашим соседям в Пхеньяне. Мы убеждены, что это будет противоречить всем интересам стратегической стабильности, интересам обеспечения режима нераспространения ядерного оружия, и, безусловно, это противоречит обязательствам КНДР, которые закреплены в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН. Да, мы признаем суверенные права Корейской Народно-демократической Республики на мирный атом, мирный космос, понимаем и, более того, даже считаем вполне обоснованными озабоченности Пхеньяна тем, что происходит в регионе и что может создавать реальные угрозы безопасности КНДР. Но, признавая законные озабоченности Пхеньяна в сфере собственной безопасности, мы отвергаем претензии КНДР на ядерный статус и выступаем против философии ядерного распространения, которую наши северокорейские соседи практически в открытую проповедуют. Это противоречит не только позиции России и Китая, это противоречит позиции всех участников договора о нераспространении ядерного оружия, и с такой философией нужно, конечно же, ей нужно противодействовать. Но, сказав это, не могу не отметить и того, что происходит по другую сторону конфликта, Россия и Китай в не меньшей степени озабочены стремлением отдельных государств использовать эту непростую обстановку на Корейском полуострове для того, чтобы наращивать свое военное присутствие в этом регионе, для того, чтобы закачивать в этот регион новые вооружения, включая самые современные, не включая вооружения, настолько технологически продвинутые, что это совершенно несоразмерно той реальной угрозе, которая исходит из ситуации на Корейском полуострове. Имею в виду и планы размещения в Республике Корея американских систем противоракетной обороны в рамках создания нового позиционного района американской ПРО в Северо-Восточной Азии. И это, конечно же, не изолированная система, это часть регионального сегмента, глобальной системы противоракетной обороны США. И, безусловно, мы понимаем, вместе с нашими китайскими друзьями, что дальнейшее исследование этим курсом будет создавать реальную угрозу безопасности уже и наших стран в результате нарушения стратегической стабильности из-за развертывания систем ПРО в этом регионе, как и в Европе. У нас с нашими китайскими коллегами начат и успешно развиваются диалог с участием дипломатов, военных, других служб. Уже состоялось два раунда. В апреле прошлого года в Шанхае и в марте этого года в Москве соответствующие ведомства России и Китая на уровне экспертов собирались и обменивались оценками того, что происходит в Северо-Восточной Азии и что наши две страны могут предпринять, чтобы обезопасить себя от тех угроз, которые здесь сохраняются и даже в какой-то степени нарастают. Мы убеждены, что помимо выполнения резолюции Совета Безопасности ООН и здесь главная ответственность лежит на Корейской Народной Демократической Республике, нужно также обеспечивать сотрудничество в этом регионе, в пользу чего тоже высказываются эти резолюции Совета Безопасности. Нужно восстанавливать шестисторонние переговоры и нужно реализовывать те договоренности, которые были достигнуты еще в сентябре 2005 года и которые открывают реальный путь к урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Безусловно, одним из ближайших шагов, когда ситуация хоть чуть-чуть станет более спокойной, является возобновление диалога о механизмах мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Это одна из задач, которая была сформулирована на шестисторонних переговорах. Создана была даже специальная рабочая группа. Вот участников шестисторонних переговоров по механизмам мира и безопасности в Северо-Восточной Азии России является председателем этой рабочей группы и мы предлагаем нашим партнерам начать работу в этом формате. Что касается обстановки в Южно-Китайском море, мы исходим из того, что все вовлеченные в соответствующие споры государства должны следовать принципам неприменения силы, продолжать поиск обоюдоприемлемых политико-дипломатических решений, что необходимо прекратить любое вмешательство в переговоры непосредственно вовлеченных сторон, прекратить попытки интернационализировать эти вопросы. Мы активно поддержали готовность Китайской Народной Республики и стран Асиан двигаться этим путем, прежде всего на основе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Кроме того, между Асиан и Китаем в 2002 году была подписана декларация о поведении сторон в Южно-Китайском море. Затем в 2011 году были согласованы между Китаем и ОСИАН руководящие принципы по реализации положения этой декларации. И сейчас, как я понимаю, согласовывается путем переговоров между Китаем и Ассоциацией страны Юго-Восточной Азии уже кодекс поведения в Южно-Китайском море, который будет содержать юридические обязательства. Я думаю, что это единственно возможный путь. И я не раз участвовал в различных мероприятиях в рамках восточно-азиатских саммитов, в рамках регионального диалога, регионального форума ОСИАН по безопасности с участием внешних партнеров. Там регулярно звучат попытки, наблюдаются попытки интернационализировать вопросы, связанные со спорами в Южно-Китайском море. Я убежден, что они полностью контрпродуктивны. И только путь переговоров, на который уже встали и которым следует Китайская Народная Республика и страны ОСИАН, может принести искомый результат, а именно обоюдоприемлемую договоренность. – Какие основные геополитические вызовы стоят перед нашими двумя странами? – Вы знаете, честно сказать, у Российской Федерации в силу географического её положения больше геополитических вызовов, чем у Монголии. В Монголии есть два, как вы сами говорите, великих соседа России и Китая. И очень важно, что налажен в последние годы механизм трёхсторонних встреч лидеров России, Китая и Монголии. Такой же диалог проходит и на других уровнях для решения практических вопросов. И мне кажется, геополитические вызовы сейчас у всех одни и те же. Это новые, как их принято называть, вызовы и угрозы, терроризм, наркопреступность, другие формы трансгранично организованной преступности. Это, конечно же, и экология, и другие компоненты устойчивого развития. Ну и я бы ещё назвал обеспечение устойчивого государственного развития. Когда страна решает все свои проблемы исключительно через свой процесс, закреплённый в Конституции, через участие всех политических сил, и когда страна не позволяет кому-то вмешиваться в свои внутренние дела, к сожалению, пока такие попытки до конца не искорены из международной практики. И мы в Российской Федерации, не побоюсь, собственно, сказать, из-за наших китайских друзей, как два ваших великих соседа, будем делать всё, чтобы оградить нашу дружественную Монголию от каких-то попыток вмешиваться в процессы вашего внутреннего развития. Сергей Викторович, у меня дополнительный вопрос, два, если разрешите. Первый, как мы понимаем, ваш предстоящий визит в Японию – это важный шаг для подготовки контактов на высшем уровне, в том числе визит президента Российской Федерации. Но, к сожалению, еще существуют санкционные режимы между Россией и Японией. Вы считаете условием снимания или смягчения санкционного режима? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы поменяли декларацию 1956 года. Кроме этого декларации у нас несколько документов, в том числе декларацию Владимир Владимирович и бывший премьер-министр Мори господин Мори подписал в Илья-Якутске в 2001 году. Это тоже можно считаться какой-то на основе переговоров. Спасибо. Что касается санкций, это не наша проблема. Мы слышали от наших японских коллег объяснения относительно того, почему Япония решила присоединиться к отдельным санкциям, которые вели американцы и европейцы. Мы таких объяснений у наших японских друзей не просили. Они сами, я не знаю, даже как бы оправдывались перед нами. Мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, Япония не единственная страна, которая не вполне самостоятельна в своих внешнеполитических действиях. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы такая крупная держава, как Япония, такую самостоятельность обретала бы побольше. Поэтому в ходе подготовки к контактам на высшем уровне мы вообще этот вопрос не затрагиваем. А наши японские коллеги периодически по собственной инициативе говорят, что они хотели бы прекратить действия санкций, но вот солидарность с западными странами вынуждает их пока от этого отказываться. Мы не будем ни в случае с Японией, ни в случае с Евросоюзом, ни в случае с Соединенными Штатами сами эту тему инициировать. Мы убеждены, что односторонние санкции являются абсолютно незаконными. Есть единственный способ вводить меры принуждения легитимно, это через Совет Безопасности ООН. И мы еще отдельно потом будем с нашими партнерами говорить в концептуальном плане о том, что если в отношении какой-то страны, как, например, в отношении Ирана в свое время были одобрены в Совете Безопасности коллективные легитимные санкции международного сообщества, то в таких случаях надо просто договариваться, что их нужно эти санкции международные строго выполнять, но чтобы к ним нельзя было ничего добавить и ничего убавить от них нельзя было. То есть нужно следовать всем запретам, которые вел Совет Безопасности, а сверху добавлять, помимо того, о чем договорились по-честному, я считаю, это уже неэтично. Но это не относится к Российской Федерации. В отношении Российской Федерации никаких санкций Совета Безопасности нет и быть не может. Это что касается аспекта санкций. Это не мешает визиту президента Российской Федерации? А визиту президента Российской Федерации вообще ничего не мешает. Для того, чтобы он состоялся, нужно, чтобы то приглашение, которое было сделано давным-давно, чтобы оно обрело форму какой-то конкретной даты. Президент России не раз премьеру Абе говорил, что мы не хотим вас ставить в неловкое положение. Это не мы напросились к вам в гости, вы нас пригласили с визитом. Потом несколько раз премьер-министр Абе говорил президенту Путину, что он думает над датами. Мы успокаивали наших японских партнеров, ради бога, не волнуйтесь, не надо нам каждый раз говорить о том, что вы продолжаете думать. когда созреете по конкретным срокам, скажите, и мы будем их рассматривать. Тем временем была выражена заинтересованность стороны премьер-министра, чтобы он посетил Российскую Федерацию. Мы ему тут же предложили конкретные сроки. Как я понимаю, в самое ближайшее время такой визит состоится. Мы слышали заявление из Вашингтона о том, что они не одобряют контакты на высшем уровне между Россией и Японией. недавно вроде бы какой-то споуксмен Госдепартамента или Белого дома сказал, что ну ничего, в общем-то, один раз можно съездить. Возмутительное поведение. Я думаю, что и японские наши коллеги это понимают и относятся к этому так, как того заслуживают подобные неприемлемые манеры. Так что к нам приезжают многие партнеры, из Запада президент наш посещает целый ряд европейских стран. Поэтому все зависит от того, когда наши японские коллеги почувствуют для себя возможным и комфортным принять решение о том, какие сроки предложить президенту России. Что касается Вашего сравнения декларации 1956 года и заявления, которые президент Путин с премьером Мори подписал в Иркутске 2001 года. В этом заявлении, если я правильно помню, говорится о том, что они договорились продолжать диалог, чтобы решить все вопросы, включая принадлежность всех четырех островов. Так примерно? Мы от этого не отказываемся. Но это все-таки заявление, хотя подтвержу, что наша цель обеспечить полную ясность в отношении принадлежности всех четырех островов. Но декларация 1956 года это все-таки не просто подписанный, а единственный ратифицированный документ между нашими странами по данной проблеме. Я Вас благодарю, мне нужно уже идти на другое мероприятие. Спасибо Вам большое. Спасибо.